ТЕРЕМОК ТВ Лурейские пещеры Привет, Бода! Ты решил устроить вечеринку? Эх, не вечеринку, а пещеринку! Потому что мы едем в Лурейские пещеры в США, штат Вирджиния. А что такое пещеринка? Пещерная вечеринка! Это гости, музыка, разные пещерные вкусности, веселье! Пещеры не лучшее место для вечеринок. Как это не лучшее? Самое подходящее! Смотрите, какие залы с колоннами здесь построили! О, это не колонны, а сталактиты и сталагмиты. И их никто не строил, они сами растут. Очень-очень медленно. Один миллиметр в 77 лет. Здесь им 7 миллионов лет! Подумаешь, растут медленно. Главное, что к нашему приходу управились. А вот бассейн для аквапещеринки. Видите, здесь кто-то уже плавал. Вон и все деньги потерял. Не потерял, а специально бросил монетку на счастье. Дети, никому платить не надо. Вечеринка бесплатная. Ух ты! Наконец-то! Ура! Это же специальный зал для чесания бороды. Пробежался и борода как венечек. Ой, Бода, это отражение. Здесь нет ветра, потому вода гладкая, как зеркало. Все, дети, хватит ты в зеркало смотреться. Надо стол накрыть для гостей. Морфы, найдите-ка здесь что-нибудь съедобное. Ну, там ягоды, грибы. Бода, в пещерах ничего такого не растет. Здесь же нет солнца. Конфеты, сосиски, картошка фри. О, морфы нашли еду. Ух ты! Грядка с яичницей. А вы говорите, ничего не растет. Бода, это камень. Нормальная яичница. Это среднекаменная прожарка. Все, угощение есть. Осталось позвать гостей. Бода, где ты здесь найдешь гостей? Пещеры лурейские. Значит, здесь живут лурейцы. Бода, здесь нет никаких лурейцев. А кто тогда здесь белье развесил? Ой, ну вот, первые гости пожаловали. Хе-хе, проходите. Что за гости пошли? Чуть что улетают. Дети, все пропало. Пещеринки не будет. Конец фильма. Дети, выключите музыку. Ой, откуда музыка? Это великий сталактитовый орган. Самый большой музыкальный инструмент в мире. К сталактитам прикреплены резиновые молоточки и проведено электричество. Если нажимать на клавиши, сталактиты звучат. Дети, знаете, что это? Что это? Вот это все. Нет, не знаем. Это пещеринка, дети. Ура! Вода в жарких странах. Привет, Бодоборода. Привет, дети. Сегодня я научу вас путешествовать по городу Эф-э-су. Во! Ура! Мы в Турции! Ай, да на прогулку. Морфы, вы че там застряли? Вода, а ты не берешь с собой воду? Все необходимое я уже взял. Хороший бутерброд и большое настроение. Но без воды на жаре может стать плохо. Да, это называется обезвоживание. Хе-хе-хе, от воды только борода сыри. Так, все понятно. Северо-юг, восток-запад, сюда развалины, туда древности. Пошли! Это храм богини Артемиды. Его строили целых 120 лет. Долговато строили. Это ворота Геракла. Не дурновато выглядит. Это библиотека Цельса. Хорошо. А еще в Эфесе есть свой театр. Ой, жарища. Бода, что с тобой? Пить. Бода, ты перегрелся на солнце. Спокойно, дети. Сейчас я научу вас искать воду в диких условиях. Ух ты! О, почти все животные знают, где находится вода. Бежим за ней. Саламандра, не спеши. Мне колодец, покажи. Буду я оттуда пить и тебя благодарить. Ага, колодец. Учитесь, детки. Уху! Ой! Колодец есть, воды нет. О, идея! Ура! Нашли! Камыши и осока всегда растут около водоемов. Вода! Водичка! Вода – это просто грязная лужа. Грязную воду нашли, значит, и чистую найдем. Итак, самый проверенный рецепт. Это что за странный способ? Поиск воды лозой. Дедушка так искал. Я знаю этот способ. Где веточка начнет кивать вниз, там и вода под землей. И все, и не отвлекайте. Видели. Питьевая вода. Вот так. Нужно искать воду в диких условиях. Зовите меня теперь в водооборода. Ну, дети, сейчас я вам такую достопримечательность покажу. Какую? Называется душ. Чур я первый. Пока, водооборода. Сёрфинг в Назаре. О, Бодо, ты здорово катаешься. Бодо, 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 Бодо. Бодо. О, привет, дети. Сегодня я научу вас экстремальному водному виду спорта. Шорфингу. Бодо, ты хотел сказать сёрфингу. Сёрфинг, шмёрфинг. Парамки не забудьте. Вода! Вода! Вот так волнище! Фу, ты здесь. Да, мы в португальском посёлке Назаре. И здесь очень высокие волны. До 30 метров. А всё потому, что по морскому дну почти до самого пляжа идёт глубокий подводный каньон. А потом глубина резко уменьшается, и вода в итоге образует большую волну. Ну, вы тут разговаривайте, а я пошёл шамурфить. Сёрфить! Вода, это так опасно и страшно. Ты не хочешь сначала потренироваться? Я! Потренироваться! Так, дети, вам рано смотреть на это опасное и страшное зрелище. Сначала потренируемся. Ура! Будем тренировать, Бода. Вот, баланс-борд. Научить держать равновесие. Обожаю шлёрфинг. Сёрфинг, Бода. А теперь попробуй на воде. Ой, доску забыли. Спасибо. У меня своя. Ю-ху! Учитесь, дети! Бода, это гладильная доска. А тебе нужна доска для сёрфинга. Они бывают разных моделей. Шорт-борды, фан-борды, лонг-борды. Для обучения лучше всего подойдёт софт-топ. Видишь, какая она широкая, большая и толстая. Новичку проще на ней удержаться. Кто здесь учитель? Я или вы? Сейчас покажу вам, как тренироваться по-настоящему. Всё, идём морфить на заре. Бода! Стой! Неопытным сёрферам нельзя кататься на таких волнах. Это очень-очень опасно. С вами всё в порядке? Теперь, да. А вот, дети, учитесь, как нужно знакомиться с прекрасными незнакомщиками. Водопад Виктория Люблю смотреть, как течёт вода. Бода, воду надо экономить, а ты тут водопад устроил. Это мне-то экономить? Сами-то вон воду не выключили. Мы тут ни при чём. Это водопад Виктория в Африке. Ладно, не оправдывайтесь. Я сам устраню эту вашу африканскую протечку. Надо взять побольше пробок для ванны. Всё, я готов. Перелистывайте меня уже в эту свою Антарктиду. В Африку. Другое дело. Ой, откуда пар? Дети, это вы горячую воду забыли закрыть? Нет, Бода, это... Всё, сейчас вода замёрзнет, и протечка устранится. Дети, никогда не посещайте Африку без своего айсберга. Бода, вода в водопаде не горячая. Она просто падает с большой высоты, сто метров, и разбивается на мелкие капельки. Получается пар. Осторожно! Здесь вода падает! Дети, пока никто не пострадал от водяного удара, срочно идём искать трубу, из которой всё это течёт. Исток реки Замбези – это чёрное лесистое болото. О, отлично! Сейчас найду, где сочиться, и заткну как следует. Как знал, что пробок надо больше брать. Дети, перелистывайте меня скорее отсюда! Ура! Мы придумали, как поднять упавшую воду. Ой, размазался я весь, я эту вашу экологию спасать! Ух ты, сработало! Вода больше не падает! Ха-ха-ха-ха! Вода в Африке бывает сезонно засухи. Такие месяцы реки и водопады милеют. Как-то неловко получилось. Попей её, водопадик. Не переживай, Вода. Наступит сезон дождей, и водопад снова наполнится. Эх! Ну, раз всё так хорошо закончилось, то мне пора. А вот и пояс мой подоспел. До свидания, Гена! Дети, перелистывайте уже, он же меня съест! Очень красиво! Вы не находите? И что же мы, дети, вынесли из этого путешествия? Что? Ой, что когда возвращаетесь с африканской Виктории, не бегите за бои крокодилов! А-а-а! Перелистите меня куда-нибудь! Золотой человек Бода, привет! Что ты делаешь? Привет, дети! В гости к родственникам собираюсь. Надо одеться с блеском, чтобы меня приняли как царя короля императора! Ха-ха! Это всё не то, не то, не то, не то. Вот достойный моего величия костюм. Бода – это доспехи золотого человека, древнего сакского воина или принца, ставшего символом Казахстана. Он был захоронен в кургане-гробнице примерно в четвёртом веке до нашей эры. Такой костюм в магазине не купишь. Ладно, уговорили. Научу вас находить золотые костюмы. А вот и курган. Айда раскапывает золотую кольчугу. Бода – это не курган, а торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» в столице Казахстана – Астане. Эх, тут шатёр некопанный стоит, а им лишь бы торговлей развлекаться. «Алтен Сакал!» «Ой-бой!» «Алтен Сакал!» «И ничего я не скакал!» «Куда вы меня тащите?!» «Куда же делся Бода?» «А, вот он!» «Алтен Сакал!» «Так, люди добрые, за виноград спасибо, но мне в гости надо». «Бода, ну ты и так уже…» «Дети, не отвлекайтесь, ищем костюм». «Ого, какие ракеты!» «Мы в музее космоса». «В Казахстане находится самый большой в мире космодром – Байконур». «Я понял!» «Это же древний казахский космонавт!» «А кольчуга – это скафандр!» «Значит, костюм закопан на космодроме!» «О!» «О!» «Уважаемый космонавт!» «Не подскажешь, где здесь курган с вот такими скафандрами?» «Алтен Сакал!» «Помогите!» «Морфы, мы в гости опаздываем!» «Простите, извините!» «Бода, но ты и сейчас в гостях!» «Где же этот костюмчик?» «Вот он, золотой человек!» «В Государственном музее золота и драгоценных металлов в Астане!» «Наконец-то!» «Буду самым важным космическим гостем, царем-императором и ханом шатра всея вселенная!» «Ха-ха-ха!» «Бода, вещи из музея нельзя примерять и носить!» «Первый раз в жизни в гости собрался, а они всю одежду в музей попрятали!» «В чем я теперь пойду?» «Бода, зачем тебе доспехи?» «Казахи и так называют себя Алтын Сакал!» «Это значит золотая борода!» «Так значит, у меня уже есть золотой костюмчик!» «Конечно!» «Конечно!» «И ты уже дважды в гостях побывал!» «И даже не заметил!» «И что, дети, похож я на хана-царя всея вселенная?» «Конечно, похож!» «Казахи всех гостей принимают как ханов и царей» «Или как близких дорогих родственников» «Такого древнего закона гостеприимства» «А мы и есть родственники!» «Пора вам познакомиться с моим троюродным братом Карабаке» «Калайсандар-балалар» «Да, что я поездавший бар» «О transformative fanfare heutурсв éc «На затем недэксерпuishfавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавш��блэкхохавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшавшав Hispanic